Живые очереди, наличие всех вакцин, большое количество желающих сделать прививку. Всё это о пятом этапе вакцинации населения против коронавируса. 21 июля в Центре первичной медико-санитарной помощи номер 2 с самого утра собралось немало наших земляков, которые не стали полагаться на случай и всё-таки решили иммунизироваться. Заведующий амбулаторией медучреждения говорит, что в последнее время динамика значительно улучшилась, а те, кто ещё вчера не доверял вакцине, сегодня приходят за препаратом. Сейчас у нас наблюдается огромный наплыв желающих вакцинироваться. Людей стало намного больше. Во-первых, ушёл страх перед вакцинацией, потому что всё-таки уже с марта месяца достаточно много времени прошло, много людей провакцинировано. Только в нашем филиале работают два стационарных пункта вакцинации и четыре мобильных бригады ежедневно выезжают на вакцинацию организованных коллективов. Поэтому можно смело сказать, что полным ходом темпы вакцинации нарастают. И сейчас, на данный момент, наш центр вакцинирует от 500 до 600 человек в день. В последнее время большим спросом среди одесситов пользуется вакцина «Коронавак» от китайского производителя «Синовак». В Минздраве заверяют, что вскоре Евросоюз разрешит въезд в ЕС лиц, привитых против коронавируса именно этой вакциной. В МОЗе также не советуют выбирать между вакцинами, так как лучшая вакцина та, которая введена в организм и уже работает. «Наш центр работает со всеми вакцинами, которые на данный момент зарегистрированы в Украине. Это китайская вакцина «Коронавак», это на данный момент итальянский производитель Астрозенека и вакцина Камернати производства Pfizer. С большим удовольствием люди идут на вакцинацию коронаваком, потому что, в общем-то, из всех вакцин она легче всего переносится. Вы знаете, что она не дает тромбозов. И для людей это очень весомый аргумент при выборе вакцинации». Посетила центр первичной медико-санитарной помощи номер 2, что на улице Говорова, 26, а также получила первую дозу препарата и настоятельница Свято-Архангела Михайловского женского монастыря Игумения Серафима. По мнению представителей духовенства, вакцинация населения является важным этапом в победе над эпидемией коронавируса. Ведь только благодаря коллективному иммунитету одесситы смогут вернуться к привычной докарантинной жизни. «Сегодня в день такого великого праздника Казанской Гонной Пресвятой Богородицы я совершенно сознательно приехала сюда, чтобы сделать вакцину. Почему? Потому что я уже переболела коронавирусом в довольно непростой форме. Это было тяжело. И поняла, что риск, так называемый риск от вакцинации намного все-таки меньше, чем риск заболеть, перенести воспаление легких, сопутствующие заболевания. Мне хочется призвать одесситов, наших земляков, всех, кто думает о своем здоровье, все-таки не бояться вакцинации, посоветоваться со специалистами, со знакомыми, с врачами». Уже провакцинированные одесситы говорят, что с самочувствием все хорошо. Нареканий нет, вакцине доверяют. Будут ждать вторую дозу. А те, кто сегодня завершили иммунизацию, уже готовятся к путешествиям без границ. «Почему решился? Потому что военнослужащий. Надо, но у нас в связи с солдатами срочной службы в ближайшие очереди. И здесь быстрее. То есть я пришел, мне предложили у кого-то. Доверяться каким-то там ютуберам, блогерам и так далее, тому подобное, опять-таки, не могу, не готов, потому что верить кому-то на слово. «Это я делаю, второй уже укол делаю, коронавак, делаю для серфетиката, чтобы можно было ездить за границу. За следующую вакцинацию ничего не говорили, но сегодня только ни нагрузки, на море не ходить. Все так, все нормально. Первую вакцину прийти нормально, пошел на работу, все хорошо». Привился от ковида и ваш автор. Пришла очередь второй дозы. Вакцинация завершена, скоро на руки можно будет получить соответствующий сертификат международного образца. Телеканал «Репортер» напоминает всем одесситам, что получить прививку можно как в ближайшем от вас пункте вакцинации, так и в центрах массовой вакцинации, которые разворачивают свою деятельность на выходные. Выездную вакцинацию может провести и мобильная бригада, в случае, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. В МОЗ не исключают, что уже осенью нас ждет новая волна эпидемии. На этот раз более страшная – индийский штамп «Дельта», который уже забрал большое количество жизней. Поэтому вакцинируемся, ведь здоровье прежде всего. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...